Зоопарки, реабилитационные центры и приюты для диких и домашних животных во время режима самоизоляции испытывают небывалые трудности. Рязанский зооцентр «Моя маленькая ферма» не стал исключением. Ситуация такая, что уже третий месяц у нас абсолютно нет посетителей и нам запрещено сейчас работать. Мы написали письмо на имя губернатора с просьбой разрешить нам хотя бы индивидуальные экскурсии, чтобы хоть какие-то средства получать на содержание животных. А выживаем мы сейчас только за счет пожертвований от рязанцев. Как и денежные средства нам переводят, так и приносят продукты для питания животных. В зооцентре сейчас живет около ста животных, большинство из них со сложной судьбой. Их спасли с улицы, от некоторых отказались прежние хозяева. В зооцентре есть еноты, кролики, козы, морские свинки, хорьки, лисы, попугай. Сема, кто к нам пришел? Сема, кто там? Кто там? Молодец, Сема. Ха-ха, ха-ха. Вместе с арендой расходы зооцентра составляют около 150 тысяч в месяц. Где взять деньги на корм и ветеринаров для животных хозяйка зооцентра не знает. Все заведения, которые жили с продажи билетов в условиях режима самоизоляции закрыты. Посещаемость упала до нуля. На самом деле, арендатель нам идет навстречу, и за что им огромное спасибо, что в зверей хотя бы есть крыша над головой. Нам нечем платить аренду, и нам отменили ее полностью за апрель и май. Летом этого года зооцентру исполняется 4 года. Директор маленькой фермы Ольга Зоткина говорит, что будет пытаться сохранить зооцентр любой ценой, даже если придется продать свою квартиру. Выходом может стать поиск опекунов для животных. Сегодня мы заключили первый договор опекунства, и 4 наших кролика теперь опекают добрые люди из Москвы. Заключили договор на год. Опекунство над животными подразумевает оплату за содержание и корм. Зооцентр, в свою очередь, рассказывая, например, о кролике и еноте в соцсетях, упоминает фирму или человека, перечисляющего средства. Опекуном животного можно стать и дистанционно. По такому сценарию сейчас идут крупные зоопарки Москвы и Санкт-Петербурга.